Любовь Мерзлякова в поисках самого красивого платья не прочесывает модные магазины. Она создает их сама. Шитьем начала увлекаться с раннего детства, еще в детском доме в Могочи. Семилетней девочкой она уже шила наряды своим куклам. Сколько раз прокалывала свои детские пальчики и не счесть. Кто бы мог подумать, что хобби определит ее дальнейшую жизнь. В этом году она стала студенткой техникума, где продолжает заниматься любимым делом. В чемпионате профессионального мастерства Обилимпикс участвует впервые. Готовилась тщательно, но без волнения никак. Для меня, конечно, это первый раз. Сложно. Страшно где-то езде. Неправильно где. В последующем подобный конкурс обучить? Да, если бы возьмут. Чемпионат профессионального мастерства Обилимпикс – это возможность для участников показать свои таланты в различных компетенциях. Вязание крючком и спицами, художественное вышивание, медицинский и социальный уход, шитье. Кратно увеличилось количество соревнующихся – с 30 до 60 человек. Это воспитанники специальных коррекционных школ, студенты учреждений среднего профессионального образования, работающие молодежь, которые приехали на чемпионат со всех уголков Забайкальского края. Шить платье пятерым конкурсанткам необходимо всего за три часа. В процессе работы девушки получат черный ящик с предметами декора, которыми надо украсить будущий вечерний наряд. Тесьма, бисер, кружево, пайетки, добавить к ним безграничную фантазию и вуаля – платье мечты готово. Фантазия пригодится и при изготовлении рисунка из разноцветных плиток, но прежде всего математическая точность. Сложность нашего задания в этом году в том, что соревновательный этап мы проводим в один день, продолжительность 6 часов, потому что, разрабатывая конкурсное задание для компетенции облицовки плитки, мы опирались на задание, которое будет на четвертом национальном этапе, усложнение само задание. Так, в прошлом году у нас была простая укладка плитки шов в шов в шахматном порядке. В этом этапе у нас сложный рисунок, его нужно вырезать, нужно положить по заданному рисунку, по заданным размерам. В общем, я думаю, что дети справятся. Чемпионат «Обилимпикс» проводится для особенных. Не потому, что в нем участвуют ребята с ограниченными возможностями здоровья. Наблюдая, с каким упорством и трудолюбием, несмотря ни на что, парни и девушки добиваются своей цели, понимаешь – возможности безграничны. А стремиться всегда есть к чему. Призеры регионального этапа всего через несколько недель поедут на национальный чемпионат «Обилимпикс», который состоится в Москве. Наталья Протаковская, Ирина Петрова, ЗАПТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова